Чем плотнее, тем лучше. Для съемочной группы идти в красную зону, это тратить на одевание, раздевание, обеззараживание и подготовку еще больше времени, чем на саму съемку. Но врачи могут нам только завидовать. На стопах скотч, на кистях скотч, везде защита, абсолютно непроницаемое бундирование, при том, что на улице сейчас порядка 28 градусов. Представляете, как должно жарко быть мне. А теперь представьте, как должно быть жарко врачам, которые здесь работают каждый день по многочасовым сменам. Эту красную зону для больных коронавирусом средней тяжести открыли 3 июля. В тот же день привезли 29 человек. А уже вчера поступило 112 пациентов. Волна резко поднимается, и для врачей она тяжелее прежних. Она тяжелее в связи с тем, что пациенты более молодые, течение более стремительное. Она тяжелее по составу, контингенту поступающих, так скажем, возрастные люди. Они оказались в эту волну более ответственные. Большая часть пожилых людей, ну вот как мы видим по статистике, они привитые. Молодых больше. Это наблюдение врачей. Например, Павел и Мария. Муж на работе почувствовал себя плохо, уже дома поднялась температура, дышать стало тяжелее. Через несколько дней симптомы появились и у жены. Обнаружили двустороннюю пневмонию. Они хотели привиться, не успели. Вы пытались записаться на вакцинацию? Я нет. Я узнавала через друзей, через знакомых. Они хотели, и они боятся болеть. У меня есть знакомая, которая дважды переболела и не может поставить вакцину. Их нет. На само лечение в больнице пациенты не жаловались, хоть мы и настойчиво задавали вопросы. Ведь в соцсетях барнольцы сетуют на нехватку медикаментов в красных зонах. Врачи заверяют, проблем нет. Показывают забитые полки. Проблемы. Скорее, с числом привитых. Врачи говорят, видимо, те, кто отказывается от вакцины, оптимисты. Верят, что не заболеют. Из окон стационара вид открывается сразу и на церковь, и на мечеть. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком.